Торговые сети в основном зарабатывают не от продажи товаров, а от дополнительных услуг. Таким выводом пришли в агентстве по защите и развитию конкуренции. Согласно профильному анализу, казахстанские супермаркеты навязывают лишние коммерческие услуги. И за все это в конечном счете расплачивается потребитель на кассе и поставщики Made in Kazakhstan. О хитростях ритейлеров наш следующий сюжет. Пожалуй, ни один из казахстанцев не догадывается, что в большом изобилии продуктов питания и других товаров в ведущих торговых домах скрывается хитрый ритейлерский менеджмент. А выглядит он по выводам АЗРК таким образом. Владельцы супермаркетов вынуждают производителей покупать у них несуществующие услуги, такие как ретро-бонусы, выкладка товаров и промо-акции. Согласно данным агентства по защите и развитию конкуренции, таким образом торговые сети зарабатывают до 70% прибыли, которая никак не связана с реализацией самой продукции. Финансовым аналитикам подобное явление хорошо известно. И они уверяют, что тут нет никаких проблем. Просто все это работает в рамках рыночных отношений. Если это конкурентный товар, если это достаточно востребованная продукция, то, поверьте, сеть будет максимально лояльна по отношению к поступщику. Все компании, которые не сотрудничают, не представлены в торговых сетях, зачастую именно они и формулируют основные претензии, основной негатив по отношению к сетям. Так как они в сеть не попали, но в какой-то степени находятся в положении обиженного. Однако с мнением аналитиков согласны не все эксперты. Некоторые из них считают, что супермаркеты в погоне за так называемой «бэк-моржой» невольно становятся причиной роста цен на продукты и товары. То есть поставщики за навязанные от ритейлеров дополнительные услуги вынуждены повышать свои ценники. И все это в конечном счете обесценивает правительственную стратегию о реализации отечественной продукции. Она просто меркнет на прилавках, не выдерживая нечестной торговой политики супермаркета. И всему бедой является монополизм на ритейлеровском рынке, убеждены экономисты. Они даже иногда знаете, как делают. Были ли действительно такие инциденты разоблачены, говорить не приходится. Официальных данных по схемам удорожания продуктов через свои ТО пока нет. Но точно известно, что ритейлерские сети в Казахстане не без греха. Например, согласно анализу от АЗРК, были подтверждены факты того, что сети, используя тем, что они являются доминирующей в стране формой торговли, навязывают производителям кабальные условия. Как показал профильный отчет, у казахстанского продуктового ритейла развязаны руки для любых злоупотреблений и нарушений. А интересы торговых сетей ставятся выше не только прав казахстанских производителей и потребителей, но и выше интересов отечественной экономики. Так, аудит за период 2021-2022 годов охватил более 125 крупных субъектов внутренней торговли всех регионов республики. И как итог, 4 уведомления касательно признаков нарушения. 27 запротоколированных случаев несоблюдения супермаркетами размеров торговой надбавки. Дельмурат Муталибов, Даниэр Муктикеев, Атамикен Бизнес.